Вот он стоит на этой границе, и я хочу проходить вокруг вот этого вершины, то есть самое такое простейшее перекатывание. Я его полностью кручу вокруг вершины, то есть вот так, 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 и возвращаю на исходную границу. Ну, допустим, у меня здесь был, например, квадрат, здесь, допустим, был еще один монет треугольный, тут могут быть пятиугольные. Ну, все, в зависимости от того, какой квадрат на грани у меня получился. Теперь у меня, собственно, может получиться опять. Я хочу опять поставить на ту же самую грани, которая у меня была. Это вот и рамп. То есть вот эта грани, эта грани, а там и та же грани. Значит, вопрос. На какой угол, когда я вот так прокатил, то есть по всем, или грающим по одной вершине, или по всем грамм, исходящим возле одной вершины? Какова величина этого угла? С чем она связана? Она связана с суббой углы. Ну, давай так раскатывай меня срошу. Вот, допустим, у меня была четырехгольная пирамида. Я положил одной грани на плоскость, так что у меня вот эта грешина оказалась на плоскости. И прокатил его руку этой грешины. На какой угол он в результате повернется? Если я опять поставлю ту же самую грань, на которой он стоит. Хорошо, давайте так. Значит, так что у меня получилось при прокатывании? Пусть у меня, допустим, тут был угол альфа-1, тут был угол альфа-2, тут был угол альфа-3, и там вот это сзади, там был угол альфа-4. Когда я его прокатил по всем этим четырех боковым граням, у меня получилось четыре треугольника. Я овернул на пятую грань, получился тот, тот, кто. Тогда получился еще один печаток, последний вот грибокер, потом я его прикатывал. То есть получилось то, что называют словом разверткой грешины. То есть, как будто бы я, допустим, его разрезал на грани, или точнее говоря, рисую его боковую поверхность по вот этому грибокеру. Развернул и положил на плоскость. У меня по этому грибокер так прокатил, то есть четырех треугольников. Какой мне получился этот печаток? И угол поворота, то есть вот эта вот грань, если я ее еще раз нарисую здесь, то угол между вот этой гранью и этой гранью равен в сумме вот этих вот уголов. Если я сдвину вот этот вот угол, то у меня этот треугольник, этот треугольник, совместит с этим треугольником. Значит, угол поворота при перекатывании через вершину, то есть при полном прокатывании по всем треугольникам, исходящим из вершины, составит сумму углов при этой вершине. То есть самое простейшее перекатывание многогранника с возвращением его на ту же самую грань, приводит к его повороту на угол равной суммы углов при этой вершине. Тогда расширенную задачу используется таким образом. Так вот, допустим, я прокатил его. Будем рисовать поверхность многогранника на плоскости в виде карты. То есть, например, точнее говоря, в виде развертки. Вот, например, если я возьму, допустим, треугольную крисму, так то идет развертка, что из себя будет представлять? Прямоугольник. Прямоугольник примыкает еще один прямоугольник. Еще один прямоугольник. И, допустим, так, здесь треугольник. Так, примыкает. И, например, вот тут. Вот эта парта, это развертка многогранника. И, допустим, что я его перекатывал через дверь уже. Через вот эту и вот эту, например. И через вот эту и эту. То есть, еще раз. У меня имеется некоторая парта, которая подставляется во двери с многогранника. У меня совершенно присложно здесь ее рисунок. То есть, некоторая совокупность многоугольника. Что произойдет, если я, допустим, буду катеть? Вот я пасли линию, некоторый путь, вокруг вот этих по двух крышек. Так, я начал отсюда, но надо еще одну писать. Как найти угол поворота многогранника, если я его покачу по вот этой вот линии и верну обратно на ту же самую грань. Для этого, чтобы задаться в этом вопросе, нам придется сделать вот что. Завести некое новое понятие. Оно называется кривизна вершины. То есть, кривизна вершины – это разность между углом 360 градусов и суммой углов этой вершины. Ну, например, допустим, у куба. У него 8 вершин. При каждой вершине 3 прямых угла. Значит, кривизна этого угла составляет 360 минус 270, то есть 90 градусов. Значит, у куба получается 8 вершин с кривизной 90 градусов. Так, а какова будет сумма всех вершин этого куба? То есть, сумма кривизны всех вершин куба. Кривизна многоградной вершины – это разность между 360 градусов и суммой этих плоских углов. Да? Значит, у каждой вершины куба кривизна 90 градусов. Да. Вершин – 8. Какова сумма всех кривизн? 702. 702, да. Мы возьмем не куб, а, допустим, треугольную призму. То есть, правильная треугольная призма. Да, вот такая. Так, какая кривизна каждой ее вершины? У нас правильная треугольная призма. Ее верхняя грань правильная треугольная. Каждый угол равен по 60 градусам. Так? Значит, каковы кривизны всех углов? 120 градусов. А? 120. 120, да, 120 градусов. Так, количество вершин? 6. 6. Общая сумма кривизн? 720. То есть, получается, та же самая 720. Что сумма всех кривизн получилась 720 градусов. Случайно это? Если мы возьмем другую фигуру, получится та же самая сумма. Что вам подсказывает турица? Ну, Павел, а давайте возьмем, например, четырехпольную пирамиду. Вот у нас правильная четырехпольная пирамида. У нее в основании находится квадрат. Так? Все ее грани – это правильные треугольники. То есть, с угла им по 60 градусов. Какова кривизна вот этого кривизна? Этого кривизна? Этого кривизна? 120 градусов. Этого кривизна на 120 градусов. Так. У этой кривизны сколько там получается? 150. 150. 150. То есть сумма углу в данном случае будет равна 90 плюс 2 по 60, то есть 210. Значит, кривизна получается 150 градусов. И у этой 150, и у этой 150, а у этой 150. Так, сумма кривизна равна чему? Всего те же самые 720 градусов получается. То есть четыре раза по 150, и еще 120. Итого 720 градусов. Значит, этот пример тоже подтверждает, что получается, что это 720. Так, теперь, наверное, все уже понимают, что это не случайно. И действительно, существует такая теорема. Она называется теоремой Декарта. Есть Декартовая система координат, а есть вот. Сумма кривизн вершин любого выбухого многогранника равна 720 градусов. Вот такая теорема. Как ее можно доказать? Есть несколько способов для доказательства. Один из них связан. Сначала мы доказываем, что у любой пирамиды, что для любой пирамиды это будет верно. Ну, давайте попробуем. Значит, как доказать, что у любой пирамиды сумма кривизн вершин равна 720 градусов. Обозначить количество точек в основании, в N. Да. Всего? Да. Точек n плюс 1. И поэтому надо из 360 0 на n плюс 1 вычесть n минус 2 умножить 180, это сумма глухоставания, плюс n умножить 180. Так, а как это связано со всей суммой гривист? Ну, соответственно, остается 2 умножить на 180. Ну давай. Обозначим количество точек в основании буквы n. Тогда общая сумма, ну, сумма кривизм на самом деле это сумма углов на каждой стороне. У каждой вершины, точнее. У каждой вершины эту сумму надо вычесть из числа 360 умножить на количество всех вершин в нашем регионе. То есть надо посчитать какое выражение. 360 градусов минус умножить на n плюс 1 минус. Сумма углов основания это 180 умножить на n минус 2 минус 2. n минус 2 умножить на 180. И еще есть треугольники. Треугольников ровно n штук. Ну, потому что отрезок n. n умножить на 180. 180 это половина от 360. Поэтому n идет с вершином коэффициентом. Здесь плюс 360 есть. Плюс еще одно. Плюс 2 на 180 из-за того, что минус на минус дает плюс. Ну и получается 120. Спасибо. Значит, у любой пирамиды получается сумма кривист всех вершин составляет 720 вершин. Итак, запомнили, что сумма кривист любого вырукла многогранника вершин равна 720. Теперь я возвращаюсь к проблеме переказывания. Так, немного познакомь вам, чтобы у нас понятен привезли. Итак, еще раз. Представьте себе, что это, у вас часть поверхности многогранника. Так. И выручить таким образом крат. Вот отсюда. Так. Вот так. 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 Сюда и сюда. Угол, на который поверется многогранник при этом переказывания, он будет равен сумме вот этих вот углов. То есть вот такого угла, такого угла, такого, такого, такого и такого. И сейчас мы попробуем показать, что сумма вот этих вот углов равна сумме кривист на вот этих вот вершин. Это, может быть, там отличается от них на два пир. То есть на три шаграста. Это рисунок многогранной поверхности. Схематический рисунок многогранной поверхности. На плоскости? Да. То есть это многогранник. Я рискуражаю на нем путь. Это путь на поверхности многогранника. А, это на многограннике нарисовано. Это вот путь на поверхности многогранника. Это реальная вершина. Многогранника. Да, да. Просто вы унесли сверху. Да. И потом мы перекатываем вот так вот в таком порядке по грани. Да, да, да. Потом я перекатываю вот эти вот граники. Значит, я изображаю путь на поверхности многогранника вот этими стрелочками. Потому что можно было сначала вокруг одной прикрутить, а потом вокруг другой. И все хорошо. Вокруг одной вершины мы это знаем. Да. Но когда мы обкатываем вокруг двух вершин, то это то же самое, что обкатывать вокруг первой и потом обкрутить вокруг второй. Да. Да, то же самое. Ну, потому что можно добавить и сразу же назад, ну, так сказать, завершить цикл. Да, да. Ну, это можно показать прямо здесь. Когда мы идем в лак от грешины, то мы можем здесь сделать еще два решения, а потом назад эти брешения. И от этого ничего не зависит. Да, то же самое у нас получается сумма кривости. Так. То же самое мы получим, если будем обкатывать около трех вершин. Если бы у нас, допустим, были бы три вершина, была бы, например, еще одна. Тогда то же самое. Значит, при прокатывании через, по какой-то самому-то кривой некоторого количества вершин, у нас получается угол полуорода равный сумме кривости на тех вершин. Значит, что у нас получается? Что многогранник может поворачиваться на углы, связанные с суммой кривизны. При этом, если, допустим, я три раза подкачу вокруг одной вершины, он повернется на тройную кривизну. То есть, на тройную кривизну. Вокруг второй вершины тоже. Ну, на любое количество раз. Значит, все зависит от того, сколько раз под контур а уходит каждая из вершин. То есть, если чем нарисую просто обыкновенный конкур, то есть, в который... То есть, того, что в данной вот линии составленные стрелы, не имеет самых пересечений. Значит, я могу взять на поверхность многогранника любую замкнутую линию. Вот такого типа, который соединяет его соседние ребра. Внутри будет некоторое количество вершин. Я утверждаю, что поворот многогранника при прокатывании по вот этому контуру, по простому контуру, будет равен сумме кривизны этих вершин. Если у меня более сложный контур, то есть, например, допустим, я вокруг этой вершины, но кататься несколько раз. То тогда я могу вот эту контуру разбить, то есть, любой более сложный контур, чем, допустим, какой-нибудь такой. Я смогу разбить на простые конторы. Ну, наверное, на этой части. И можно будет доказать, что сумма угла сложного контура, то есть, самая пересекающаяся, она тоже равна некоторой комбинации кривистых, умножена на какие-то целые коэффициенты. Если я, допустим, накручу в обратном, тогда в прямом направлении, у меня будет получаться вот этот поворот на кривизну. Если обратно, то на минус кривисту. Значит, поэтому получается так, что поворот многогранника, ну, поворот многогранника, выражается некоторой линейной комбинацией кривисты его вершин. Что такое линейная комбинация минусских чисел? Это вот такой стандартный число x1, x2 и так далее, xn. То линейная комбинация, это обычно так, солочистая линейная комбинация этих величин, это вот такая вот сумма. xk, mk, xk. На xk, где все числа и амфа целые, там держат множество з. Многогранник может поворачиваться вот на такие вот углы. Тогда возникает вопрос, а что из себя представляет линейная комбинация, линейная комбинация каких-то двух чисел? То есть, какие значения они могут принимать? У нас разрешены целые коэффициенты, поэтому совсем любую. То есть, у нас целое количество монет. Наибольший общеделитель, надо посчитать наибольший общеделитель. Ага, и что? Идеал, потому что, наим, это и есть то, что... А, очень логичное предположение. В случае пяти и трех, у нас наибольший общеделитель, наибольший общеделитель, значит, можно вводить все. Значит, можно вводить все. Допустим, шесть копеек. Три и три. Да? Либо... То есть, один способ. Например, допустим, число тринадцать. Как можно выдать? Сколько чего взять? Две пятенки, одно тройку. Значит, представляется. Итак, гипотеза, которая вы только что вы сказали, заключается следующим. Что если у вас имеется... Что линейная комбинация, что все линейные комбинации данных чисел будут пропорциональны их общему делителю, если он имеется. Ну, единицы у нас всегда имеются для целых чисел. Значит, в случае целых чисел можно выдать любые. То есть, любое число можно представить для линейной комбинации. Как это доказать? Значит, просто представим себе, что у нас, допустим, не имеется... Так, бывает числа а и б, да? Да? Таким, что их наибольший общий линейный равняется единицам. И надо доказать, что с их помощью, что с помощью линейной комбинации можно получить хотя бы единицу. Потому что если вы получите единицу, вы сможете получить все остальные числа. Просто домножим. То есть, если я представлю единицу в виде ма прибавить nb, да? Где у меня m и n целы? То такая основа домножим на любое число целое. И получить, что любое целое число тоже можно будет представить для такой линейной комбинации. Значит, вопрос только в том, как доказать, что мы всегда можем найти такие числа m и n, что эта линейная комбинация будет одна единица. Доказательство следующее. Вот это вот соотношение равносильно тому, что mA равняется единицам минус nb. Так, и тогда для того, чтобы доказать, что это соотношение возможно, то есть можно подыскать такие числа m и n. Мы сделаем вот что. Мы будем рассматривать остатки от деления на n вот такого выражения. Но поскольку у меня здесь целый, я могу написать его вот так. Это, на самом деле, безразлично. То есть что-то а-менейная комбинация, что-то такая. Это всё равно. Значит, будем рассматривать вот числа вида bn. Так, bn плюс 1. И докажем, что если я буду подряд перебирать числа n, то у меня в конце концов получится такое число, которое обязательно будет делиться на n. Рассмотрим вот такие вот числа, где n принимает значение. Я утверждаю, что все эти вот числа имеют разные остатки от деления на n. То есть какие вот эти числа я бы не взял, у меня получатся разные остатки от деления на n. Ну, например, допустим, я возьму 3b и 2b. То есть 3b минус 2b, получается просто b. b на a не делится. Значит, эти два числа имеют разные остатки от деления на n. И какие вот эти числа, вот это вот ряду я бы не брал, два числа, у них будут разные остатки. А остатки у нас всего от деления на a ровно на что? Начиная с нуля и кончая a без единицы. Значит, среди вот этих вот чисел имеются все остатки от деления на a всех. Значит, среди этих есть остаток 0. То есть мы доказали эту теорему вот таким вот образом. Итак, из этого протекает, что любая целочисленная комбинация определенного, вернее, что множество всех целочисленных комбинаций некоторых чисел, они всегда будут кратные и к наибольшему общему делителям. Это будет множество всех кратных и к наибольшему общему делителям. Следовательно, возвращаясь к нашей ситуации, если я найду любая, то есть множество поворота многогранника состоит из чисел кратных и к наибольшему общему делителю кривизной диографии. Если, конечно, поковой делитель существует. Ну, в случае... Мы сейчас написали ее кривизной. Значит, у нас здесь получалась кривизна 120 градусов, а здесь более кривизны 150 градусов. Значит... Так. Наибольший общий делитель у 120-150 это 30 градусов. Следовательно, множество углов поворота Четверхвольной пирамиды при перекатывании через разные номеры это множество чисел кратных 30 градусов. Это первое, что мы можем здесь зафиксировать.